ну что казалось бы самое страшное позади каждый раз забываю что опять я ошибся и только все начинаю вроде бы все закончилось и тут вдруг опять прикольно что здесь можно посидеть и отдохнуть подождать и кто идет я навстречу Вроде бы не так много 500 туда, 500 назад Это только на один подъем километр Даже если тут не 500, а 300 метров То многие скажут В гробу я видал эти 300 метров Прикольная штука, что можно отойти Посидеть на лавочке Но подъем все равно никто не отменял И придется идти наверх Для тех, кто не ищет легких путей Надо покорять гору Беда в том, что здесь энергономика просто никакая И ты поднимаешься вот по этой ступени В 10 ступеней Это как на чердак частного дома То есть это вот очень тяжело И вот таких вот чердаков Вот только на этом промежутке Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Тут я понимаю, почему Сигулду ездят один раз в году Потому что каждый раз это Не вытерпит никто Зато с каким удовольствием Я сейчас буду пить пиво И есть какой-нибудь кусок Жареного мяса Сочного, такого шипящего На сковородке И для этого мне надо Последних две тысячи шагов И вот именно с такими мыслями Я сюда поднимался Как альпинист брал эту гору И вот когда я поднялся Я увидел, что впереди меня ждет Ровно такая же скала Тот самый момент Когда ты хочешь уже обратно вниз Но ты прошел такой огромный путь Ничего Мы латвийские альпинисты Мы очень сильные Еще у нас красивые шапки И мы обязательно Поднимемся на ту чертову гору Теперь я понял, почему называется Чертова пещера И чертова гора Потому что каждый раз, когда ее видишь Говоришь, черт побери Опять гора Интересно, как В доспехах рыцари Тевтонского ордена Скакали здесь По этим горам Еще раз скажу Конечно, не Эверест Но уклон вот каждой вот этой вот ступеньки Это примерно, как залезть на чердак По отвесной лестнице Это надо учитывать И вот Первый этаж Второй Третий Четвертый И так вот Последний час Когда тоже Предел Твоим силам Существует Так Нам направляется Спецгруппа МЧС Ты мог бы потолкнуть Маму наверх О, красавчик Всего-то Километр Но с таким видом Добро пожаловать в Латвию Сигулда Как говорят в ЮНЕСКО Самая красивая осень Это в Латвии Сегодня мы попробуем посмотреть На самую красивую осень Она только началась Но Настоящую красоту Я думаю Не спрятать Сейчас мы проезжаем Императорский мост Через Гаую Был построен он в честь Российского царя Для того, чтобы ему комфортнее Было перебираться Через эту речку Но сейчас Это, наверное Самый патриотичный мост Самый красивый У него прекрасный вид Вот на ту гору И На то поместье И здесь мы можем Видеть большое количество Велосипедистов А также людей Которым Нужны позитивные нотки Все дело в том Что Латвия Северная страна И здесь Семь месяцев в году Включено отопление И в основном У нас здесь Пасмурные хмуры И вот когда Пробиваются Какие-то лучики Солнца Нам необходимы Ярких пятнышек И мы ищем их В том числе В листве В кронах листвы Начнем с позитива Парковка на машину Два с половиной евро Парковочка полная Здесь информационный центр Где можно получить Карту Берем карту Карту берем Если вдруг Вы не из Латвии Вам, наверное Будет интересно Этот маршрут Если вы из Латвии Вы ходили под нему Примерно десять тысяч раз Согласно нашей традиции Осенью Даже если Ты из Латвии Ты всегда приезжаешь Хотя бы один раз В году В Сигул Поэтому Если по каким-то причинам Ты находишься За пределами Нашей страны Значит Пройдем Виртуально Чем интересны Вот эти несколько киосков Тем Что им Наверное Уже лет сорок Вот я их Примерно Столько знаю И каждый раз Здесь обязательно Надо купить Что-то на память Травицы Может быть Отдельно Стоит поговорить О том Что здесь Все чистенько Комфортненько Разумеется Есть Приблуды Для людей С ограничениями И колясочников Тут могу ошибаться Но порядка 12 маршрутов Есть По которым Стоит гулять Мы сегодня Выбрали синий Тот который 5,7 километров Для того Чтобы насладиться Осенью Латвии Поскольку мы местные Мы выбираем Не самый живописный Маршрут Самый живописный Маршрут Как правило Это Вот здесь Купить водички Попить кофе И отправиться В самую красивую Пещеру Латвии Но местные Выбирают Замучиться Есть смысл Поговорить о цене Кофе 2,50 Чай 2 И что-то покушать 3,5-4 евро У нас есть традиция Что-то купить В этом домике На хорошую дорогу Либо кофе Либо Такие трубочки Есть И причем Еще раз говорю Лет 40 Примерно Вот мы покупаем Одно и то же И двигаемся Примерно В одном и том же направлении А что это такое Так, ну что ж, мы взяли Вкусы Сигулды Это очень важно Очень важно взять Именно вкусы Сигулды Потому что Когда Ты любишь Это место А он у тебя Ассоциируется С определенными Чаями С определенными Вкусами Определенными Кофеюшками У каждого Они буквально разные Ну, у нас Вот они такие Теперь мы Заправились Конфетками И я-то знаю Чем мы столкнемся Мы сейчас попьемся Вот туда в гору И это будет нелегко Дальше у меня Дыхание будет сбито Я буду говорить С одышкой И так далее Давайте из позитива Латвия По природе Самая позитивная Страна Европейского Союза Ну, так уж На роду не написано И вы только что видели Что нас обслужили На русском языке Рядом с нами были парни Их обслужили На английском языке То есть В Латвии говорят На любом языке И Таблички В Латвии Это приятно Они на трех языках Латышский Русский Английский Потому что это позитивно Официальная политика Она немножко другая Но это политика Большинство Европейских стран Официальная политика Это не то же самое А что думает Простое население Ну, так уж получилось Я думаю Такую ремарочку Периодически вставлять стоит Сейчас дождемся Своей очереди И начнем Своё восхождение Напомню Что сегодняшняя тропа У нас будет Почти 6 километров Прикольный Аутентичный Туалетик И эта тропа Не для людей С ограничениями Это Для таких сумасшедших Как мы Которым дома Не сидится И хочется Забраться повыше Увидеть яркие краски Потом вспотеть И сказать Да ну его нахер И найти какую-то Вкусную кофеюшку Вот мы такие И движемся По этому маршруту Прям понимаем С чем мы столкнемся Заметь какое у меня Ровное дыхание Сейчас где-то в ролике Через пару минут Каким оно будет Из позитивчика То что здесь есть Лавочки На которых Периодически Можно посидеть И Делать обзоры И фото С разной локацией На первую ступенечку Мы поднялись Посидели Пошли на вторую Латвия Чем интересно Это балтийская страна И когда ты Вокруг залива Путешествуешь Разный пляж Разный вид То есть на разных пляжах Ты по-разному отдыхаешь Но для этого Ты должен быть Таким северянином Прибалтийцем И чувствовать Вот эту разность Здесь то же самое Это один и тот же лес Но если вот По такому лесу Ты будешь В разных регионах Латвии гулять Ощущения будут разные Это примерно Как мини-Швейцария Только там горы выше Это все ярче У нас это все В миниатюре Смотри как меняется Пейзажик Напоминает примерно Швейцарию Или Саксонию Если вы путешествовали По этим странам Дыхалка сбивается уже На первых 500 метрах Но Компенсирует это все Красками Смотрите Ялорка желтый Оранжевый Сейчас чуть выше поднимемся Будут красные И это только начало Самая красивая Осень в Европе Только начинается Это будет десятки Вот таких мостиков И запахи мха Разного вида И бегущие ручейки Здесь не то самое место Где ты можешь Прямо с родничка набрать И попить воды Это надо чуть выше Это в Лиготный Там наверное место Тысячи ручьев Здесь вот такие горные ручеечки Это мы пока У низовья Мы поднимаемся наверх И ведик там Будет конечно же лучше Это происходит Все сто лет Которые мы сюда Идем с семьей Здесь очень много маршрутов Есть карта Но Когда ты Повернул не туда Поворот не туда То тебе сразу Как в навигаторе На круг кидает Еще лишние три километра И вот теперь Твое путешествие Будет сочным То есть ты такой думаешь Пройду-ка я пять километров По живописной местности Повернул в лесу Не в ту сторону И накинул еще три километра И теперь ты понимаешь Вернуться во мне К этой машине Где мое кофе И еда Мы повернули Не туда И делаем это Каждый год С определенной Завидностью Ну потому что Здесь постоянно идет Реконструкция И сделали какой-то Новый мостик Ты такой думаешь А вот по этому мостику Было бы приятнее идти И нарываешься Сейчас мы поднимаемся На гребень горы Из позитива То что тут пахнет Всякими лишайничками Вот такими Листьями Мохами И ты уйдешь Медленно И медленно И медленно Из плюсов То что Ты вряд ли Средишь дураков Которые Отчаиваются Сюда лезть Гораздо приятнее Пойти В пещеру Гуд меня И в хороший Пивной ресторанчик Но для тех Кто не ищет Легкие пути Пожалуйста Вот такая Природная Тропа Еще метров Пятьсот И мы будем Смотреть Хороший вид С горы Еще 300 метров Еще 300 метров И мы будем Наверху Когда мы были Молодые Это была Наша Любимая Тропа Когда это было Еще 100 метров Да Камера не передает Это Но Дыхалка Передает Это Выглядит Вот примерно Вот так Вот Уникальность Маршрута В том Что Пройдя 500 метров Ты уже Проклинаешь Тот день Когда тебе Пришло в голову Поехать Погулять Сигулду Ну как она Молодежи Вроде Хорошо Мы примерно Вот Всего метров 500 На Доруне Море 700 И пока Ты еще Не видишь Для чего Ты это Делаешь Ну где-то Вот там На верхушку У тебя Будет Прекрасный Вид А сейчас Смотри Какие лучки Солнца Попадают И ты Видишь Вот такую Картинку Светло Зеленый Салатовый Цвет Там Там на верховом Будет Ярко Красный Ярко Желтый Ярко 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 У тебя Какой Повезный Ярко